Реформа здравоохранения получилась летальной. Такую оценку во время форума Общероссийского народного фронта за качественную и доступную медицину дал руководитель фонда ОНФ здоровье Эдуард Гаврилов. Форум проходил в Москве с 6 по 7 сентября. Накануне оттуда вернулась делегация нашей республики. О том, какие проблемы существуют и как их планируют решать фронтовики, делегаты рассказали журналистам. Нужно иметь железное здоровье, чтобы пользоваться бесплатной медициной. Такая шутка некогда была популярна в России, вспомнил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, открывая форум. Участники подхватили, она актуальна и сейчас. Проблемы российской медицины, а их бездонная пропасть в течение двух дней обсуждали 600 человек. Пациенты, врачи, ученые, гражданские активисты. В рамках подготовки к этому форуму, значит, оригинальное отделение Общероссийского народного фронта, в том числе и, конечно, и Чувашии, по всей России, значит, провела мониторинг. Вообще, система здравоохранения и тех реформ, которые проводились у нас в стране. Был подготовлен огромнейший материал. Проблемы у регионов в основном схожие. Врачей не хватает. Зарплата у медиков низкие, качество подготовки хромает. К узким специалистам очередь в поликлиниках на несколько месяцев. Цены на лекарства неуклонно ползут вверх, как и доля платных медицинских услуг. Официальная статистика не всегда отражает реальную ситуацию. В адрес министра здравоохранения России Вероника Игоревна последовала очень жесткая критика за предоставление некорректной статистики. На территориях тоже бывают такие вещи, когда заставляют подгонять какие-то показатели. Чтобы охватить больший спектр проблем, участники работали на пяти тематических площадках. Отмечалось, что необходимо развивать отечественную фармацевтику, заменять бесполезные школьные нормативы, вроде прыжков через коня, которые по одной из версий ввел еще Ворошилов для создания хорошей кавалерии, на полезные упражнения. Неплохо бы хоть на время вернуть госраспределение выпускников и централизованную закупку лекарств. Всего подготовили около 500 предложений. Сейчас их изучают эксперты, затем из них будет сформирован специальный список фронта. Планируется, что в ближайшие дни он окажется в администрации президента.